Может ли жертва выжить после укуса паука? Миллионы лет пауки эволюционно совершенствовались, как ядовитые хищники. У них развитая сенсорная система для обнаружения жертвы. Восемь глаз разной степени сложности, мощные лапы для удерживания. При атаке паук прокалывает жертву с помощью крепких клыков и впрыскивает свой яд. Яд паука состоит из множества компонентов и может включать сотни веществ. Это коктейль из ферментов и пептидов. Интересно, есть ли у жертвы шанс выжить после укуса? Соберем яд паука. Вот так выглядит высохшая капля яда. Поместим ее в физиологический раствор. Возьмем сверчка и огневку для эксперимента. Для инъекции яда нам понадобится очень точный шприц. Доза яда будет небольшой. Я вколю 1 микролитр разбавленного яда. Через 10 минут мы видим явный эффект парализации. Огневка малоактивна. Сверчок реагирует лишь на триггер. Хотя сверчки без инъекции очень шустры. Это действуют нервно-паралитические компоненты яда. Яд – это ценный источник потенциально полезных веществ. Изучение его действия может принести много пользы. Нужно подождать некоторое время и посмотреть, что будет с насекомыми и как яд подействует на их физиологию. Виден тремор. Сердце личинки практически не сокращается. Хотя в обычном состоянии это очень активный орган. Я выделил кровь насекомых и смешал с ядом паука. По световому пятну в капле крови мы видим, что компоненты яда нарушают иммунный процесс. Меланизация, то есть потемнение гемолимфы не происходит. Это очень серьезные нарушения. Но насекомые – выносливые создания. Оставим их на один день побороться с действием яда. На следующие сутки мы видим, что сверчок и колорадский жук активны. У них все в порядке. Только не видно огневки. Похоже, ее съели. Сверчки вполне могут так поступить. Тем более, если она была какое-то время обездвижена ядом паука. Хорошо, что я заготовил еще уколотых ядом огневок. Мы видим, что они тоже вполне активны через день после укола. Значит, насекомые справились с влиянием небольшой дозы яда. Хотя он действовал на нервную систему и иммунитет. Компоненты многофункционального яда паука могут быть полезны в фармацевтике. Ведь яд от лекарства может отличать лишь доза.